За период с 2021 по 2025 годы инвестиции «Газпрома» в Карачаево-Черкесию в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации должны составить порядка 7 миллиардов рублей. Очередным населенным пунктом, жители которого в ближайшее время смогут в полной мере пользоваться голубым топливом, стало село Хусак-Ардоник Зеленчукского района республики. За подключением первого домовладения наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Несмотря на то, что село Хусак-Ардоник более полутора веков, такое благо цивилизации, как газ, дотянулось до этих мест только сейчас. Дождаться столь значимого события смогли около 300 человек, оставшихся на земле предков. В мае нынешнего года в этом населенном пункте Зеленчукского района республики проходила встреча рабочей группы по социальной догазификации с собственниками домовладений. Уже тогда было понятно, что не за горами подключение построек к газопроводу. И люди с нетерпением ожидали, когда же, наконец, произойдёт долгожданное событие. Спустя три месяца голубое топливо пришло в Хусак-Ардоник. Так сказать, первопроходцами стали супруги Абрековы. В их доме до сих пор сохранилась старая печка, пережиток прошлого. На ней хранительница очага лет 20 готовила еду и поддерживала тепло в помещениях. Хозяин дома живёт здесь с 1957 года и рад, что всё-таки дождался столь значимого момента. Как до этого справлялись? Трудно было. В лес сходили, дрова таскали. Сначала плечами лошадей не было, машин не было. Потом уже техника появилась, чуть легче стало. Наконец-то у нас такое чувство, что мы уже оказались в 21 веке. До этого жили в древних веках. И, конечно, очень большая радость. Это даже не только для нас, для всего села. Для сельчан этот день, возможно, даже станет особенным в календаре дат. Ведь в скором времени все они наконец-то окажутся в списке потребителей газа. Символическое подключение к межпоселковому газопроводу состоялось при участии председателя регионального правительства Мурата Аргунова, замруководителя «Газпром» Межрегионгаз Юрия Пахомовского, а также большого числа местных жителей. Безусловно, эта большая работа не была бы возможной без слаженной и консолидированной работы с правительством региона совместно с ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» уже долгое время является важным, стратегическим, но самое главное – надежным партнером нашего региона. Благодаря совместным проектам мы смогли реализовать ряд инфраструктурных проектов. Это газификация самых отдалённых населённых пунктов. По словам Мурата Аргунова, жителям республики стоит только обратиться с заявлением в «Газпром» и вся необходимая инфраструктура будет подведена до дома. Мне очень приятно, что мы все с вами присутствуем на нашем празднике. Это праздник торжественного пуска газа в ваше село. Наконец-то газ сюда пришёл, и вы можете им пользоваться. Всё это благодаря тому, что мы по поручению президента ПАО «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» продолжаем масштабную программу до газификации регионов Российской Федерации. И сегодня одним из самых главных регионов, которые мы газифицируем, это горные сёла Карачаевой Черкесии. И вот звучат фанфары, после чего состоялась символическая эстафета огня, завершившаяся торжественным запуском межпоселкового газопровода. После отчёта представителя газовой службы о выполненной работе по подключению семьи Абрековых к коммуникациям ресурсоснабжающей организации почётных гостей пригласили в дом. Там была продемонстрирована радующая глаз картина – зажжение газовой плиты, которая навсегда заменит старую печь. В скором времени этим благом цивилизации смогут воспользоваться и собственники остальных 59 домов в селах Усак-Ардоник. Люди также надеются, что однажды соберутся вместе, чтобы отметить открытие здесь школы. Пока же детишки занимаются в учебном заведении в соседнем Даусузе. Артур Муцея, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.